Окей, два Алексея, представители ЛГБТ-сообщества России. Ребята, расскажите, что сейчас происходит в России с правами сексуальных меньшинств и какое оказывается давление на вас? Единственное, сразу поправим, организация называется в Санкт-Петербурге, она общероссийская, мы находимся в Санкт-Петербурге, это альянс гетеросексуальных ЛГБТ за равноправие, если быть точнее. Ну и, соответственно, есть наше представительство в Москве и других городах нашей страны. Ну, рассказывай. Да, ну, надо сказать, что ситуация в России сейчас не только с правами ЛГБТ, а с правами человека вообще довольно сложная, к сожалению, и для ЛГБТ вдвойне сложная. У нас в 2013 году был принят федеральный закон о запрете, так называемой пропаганды, по которому любое публичное упоминание ЛГБТ в нейтральном или позитивном контексте это может быть воспринято как пропаганда. Это первое. И второе, идет давление на любые НКО. У нас принят закон об иностранных агентах, и очень большое давление на правозащитников, выписывают огромные штрафы, и многие организации либо закрылись, либо стали неофициальными такими. И третье, это был принят закон о свободе собрания, о митингах, очень сильно ужесточающий проведение каких-то мероприятий и очень сильно увеличивающий штрафы за так называемые несогласованные мероприятия. Хотя по Конституции у нас уведомительный порядок, но де-факто это проблема в том, что, например, ЛГБТ-акцию, чтобы провести, ты подаешь уведомления, а тебе отказывают, говорят, что в соответствии с законом о пропаганде никакой ЛГБТ-акции вам не провести. И поэтому нам приходится изобретать какие-то либо перформансы, либо какие-то такие вот акции, которые, чтобы не попасть под санкции. Очень важно подчеркнуть о том, что формально государство Россия, Российская Федерация является государством демократическим. У нас одна из самых продвинутых Конституций в мире, которая содержит одну из главы, посвященные правам и свободам человека-гражданина. И я, например, учился на юридическом факультете, в 1997 году к нам приезжали французы изучать Конституцию Российской Федерации, потому что она действительно очень продвинутая и на данный момент одна из совершенных в мире. Я к чему это? Я к тому, что права и свободы гражданина в ней прописаны очень хорошо. То есть формально, когда предъявляются претензии к Российской Федерации, что вы не соблюдаете права своих граждан, вы их нарушаете, вы их пытаете, вы делаете с ними что-то нехорошее, всегда есть отмазка, ребята, у нас все хорошо, посмотрите, какая у нас крутая Конституция, у нас соблюдение, мы участвуем во всех международных необходимых организациях, у нас все отлично, но на самом деле у нас вот этот чудесный закон, он где-то там, то есть он есть, вот он есть, но не сами граждане его не изучают, у нас, к сожалению, граждане не знают свои права и не интересуются Конституцией и никогда на нее не основываются. И, соответственно, правоохранительные органы, органы власти и, соответственно, президент, который по ней вообще топчется, ее не соблюдают. То есть она формально есть для отмазки, для международного сообщества, но она не работает, потому что на каждую статью Конституции придуман какой-то нормативный акт, который ее ограничивает. Например, статья 31 говорит о том, что мы можем нервно собираться, проводить шествие пикетирования, выражать свое мнение, но вот, например, если мы с Алексеем выйдем на Невский проспект в Санкт-Петербурге, то вот так вот мы стоять и выражать свое мнение не можем. Мы должны стоять на расстоянии 50 метров, потому что в противном случае мы можем быть арестованы и отправлены в отделение полиции за нарушение закона проведения шествий митингов и пикетирований, потому что вроде как что-то мы там нарушаем, не знаю. И таких вещей очень много. А если мы с Алексеем вот так постоим один раз вместе, второй раз вместе, третий раз вместе, то потом нас ждет уголовный срок и тюремное заключение в Российской Федерации на срок... До трех лет. Да, до трех лет. И мы получим реальный срок, где будем сидеть с людьми, которые убивают, насилуют. То есть три года это такое же наказание, как за убийство и за изнасилование. То есть это вот поставить с плакатиком, это уровень нарушения прав, это как убийство. И поэтому есть противоречие. Противоречие в том, что вроде как прав много, но на самом деле государство создает такие условия, что граждане не хотят их знать и пользоваться ими, спокойно себе живут, слушают телевизор, кушают лапшу с ушей. Граждане, которые противоречат, идут в оппозицию и, к сожалению, закручивают, удаляют, вынуждают уехать или физически их уничтожают. То же самое происходит, это просто я расписываю ситуацию, это общее. Дело в том, что мы не можем разделить проблему ЛГБТ и всех граждан России. Это общая проблема. Это не только ЛГБТ так с ними поступает. Так поступает со всеми гражданами в Российской Федерации. Ну, в качестве примера, недавно, 12-го числа, в День России, был митинг. У нас есть гайд-парк на Марсовом поле в центре Петербурга. И люди вышли туда просто в День России с российскими флагами, с какими-то плакатами. Там были радужных несколько флагов. И задержали 900 человек. То есть 900 человек и назначили наказание там от 5 до 15 суток. Люди провели аресты только за то, что они в День России вышли с флагом России или с каким-то там плакатом. В место, которое специально предназначено для этого. То есть, ну, скажем прямо, нарушение налицо. Если говорить в целом о правах ЛГБТ, то надо понимать, что, ну, по крайней мере, регионы очень разные. Есть Кавказские республики, где, как мы знаем сейчас, гораздо все сложнее. Есть Петербург, который в целом впереди, я считаю, по правам ЛГБТ. И если, допустим, в прошлые годы проблема была именно с гомофобными какими-то личностями, которые приходили на наши акции, забрасывали камнями и так далее. То последние годы мы практически не видим в Петербурге такой сильной гомофобии. То есть, основная проблема у нас сейчас это проблема с государством, с полицией, которые там разгоняют все это, допустим, там. Или со СМИ, которые, допустим, у нас все федеральные каналы, они, к сожалению, не свободны. Они, по сути, под контролем Кремля. Поэтому, если там показывают ЛГБТ, например, какой-то, создается образ врага, создается такая вот пропаганда ненависти, которая существует, она, к сожалению, может влиять на общественное мнение. Я добавлю, я просто в основной своей деятельности работаю в сфере кино. И как раз занимаюсь тем, что работаю на съемочных площадках известных российских сериалов. Есть слова, есть стоп-лист, есть определенные действия, которые нельзя делать на телеэкране. Вот то, что касается гей-темы, нельзя показывать геев в позитивном ключе. То есть, если он показывает там счастливый гей, у него семья, дети, еще что от него принимают родители, это недопустимо для показа на российских федеральных каналах. Еще как-то можно показывать, если он страдает, если его убили, если его показывают нездоровым, психически больным человеком, которого нужно лечить. Это можно показывать по телевизору, потому что такой образ не противоречит концепции того, что эти люди не нужны. Важно сказать одну вещь, и мы уже в прошлом году это делали. Владимир Путин в одном из своих интервью заявил о том, что... Да, я просто готовился к акции и старательно изучал интервью и то, что говорит Владимир Путин. Он сказал, что геи-это полноценные и равноправные граждане Российской Федерации. Это он так сказал. Но мы понимаем, что его слова не соответствуют действительности. То есть глава государства публично врет, потому что геи Российской Федерации это граждане второго сорта. Например, в прошлом году я проиграл суд Виталию Милонову в Санкт-Петербурге. Ну, не я проиграл, я поступал свидетелем в суде, потому что на 1 мая 2015 года он оскорблял граждан. Я был свидетелем, потому что выступал свидетелем в суде. И выяснилось, что слова, которые произносил Виталий Милонов, например, это не ругательство. Потому что, ну, например, петух, это птица такая. Козел это животное. Да, козел это животное. И спидозный, ну, это вообще странное слово. И ничего обидного, то есть сказать Виталий Милонов не мог. В этом году он уже орал тоже и на меня в том числе. Но так как он теперь депутат Государственной Думы, и, к сожалению, он не подсуден, так как обладает депутатской неприкосновенностью. То ролик, который я снимал, наверное, на 1 мая, я отправлял в комиссию по, в комиссию Государственной Думе по депутатской этике. И Виталию Милонову на основании этого ролика отправлял я, и отправлял еще женщины из «Открытой России», если не ошибаюсь. И какой-то еще был один заявитель. И мы сделали замечание. Это было вот так. Ай-яй-яй, Виталий Валентинович. Он сказал, что он подумает об этом. То есть мы сделали пальчиком, ай-яй-яй. Очень большая проблема, которая вот после принятия закона пропаганды, еще раз напомню, в 2013 году случилась, это проблема с ЛГБТ-подростками. Потому что у нас в России, мы в Европе на первом месте по подростковым суицидам. И когда идет такое давление государства, и педагоги, психологи, они просто боятся, горят на эту тему, потому что если они скажут что-то положительное, допустим, о геях, там скажут, что с собой все в порядке, то получается, что они как бы могут попасть под этот закон. И получается, что вот эти вот подростки, они находятся в таком вакууме каком-то. И, естественно, это не способствует... Происходят и суициды, к сожалению, и травли, допустим, какая-то подростка. Потому что, по сути, получить какую-то информацию, ну, можно получить в интернете, опять же, если там у человека есть доступ. А вот... И вторая проблема, это, конечно, насилие. Ну, каждый год, допустим, только то, что всплывает в прессе, это десятки случаев именно там, где есть мотив ненависти к сексуальной ориентации, к гендерной идентичности. К сожалению, эти дела не идут как преступление ненависти. Они рассматриваются как просто бытовое убийство. Вот, они поссорились там, и все. Ну, вот. В результате получается, что такое создается ощущение какой-то безнаказанности. Именно, к сожалению, ЛГБТ-сообщество не признается социальной группой. При этом чиновники и полиция признаются социальной группой в России. Это для сравнения. Если привести просто для контраста. Я сейчас... Я вспомню, что мне много лет, и я забыл, в каком году я заканчивал школу, но это было то ли 94-й, то ли 95-й. Я к чему? У меня в школе был факультативный курс по психологии, где у нас занятия проводил психотерапевт. Она была заведующей из отделения неврозов, которой я сказал... Я всегда был открытым мальчиком, и в школе, например, знали там о моей сексуальной ориентации, включая одноклассников и учителей. И я тоже сказал о своей сексуальной ориентации. Мы общались, и в 94-м или 95-м году об этом можно было говорить, это можно было обсуждать. Мне давали советы. У меня просто был невроз. Ну, я бы сказал, подростковый невроз. И мне помогали с этой ситуацией справляться каким-то образом. И эта женщина, которая приходила к нам с этими занятиями, она не боялась, потому что не было ни закона, и она исполняла свои профессиональные обязанности, которые она должна была исполнять, и она за них получала деньги. А вот сейчас то, что как раз говорил Алексей, делать это в школах невозможно, потому что учителя опасаются, что есть закон. Психологи, многие, мы даже сталкивались сами с психологами, которые не знают, как надо работать с представителями ЛГБТ. То есть они знают, что они существуют, но не знают, как их даже консультировать. Не то, чтобы они даже боятся, они не знают, как консультировать. И еще одна проблема, о которой, хочу сказать, к сожалению, это эпидемия ВИЧ в России, которая растет большими темпами, больше, чем на 10% в год. На данный момент зарегистрировано уже больше миллиона случаев ВИЧ в России. И вот просто такой факт, что каждый день, каждый день от СПИДа, от СПИДа, то есть умирает порядка 50 человек в России. В то время, как в Европе от СПИДа уже, именно к терминальных стадий, уже мало кто умирает. И, извиняюсь, в Европе уже дают одну таблеточку. А у нас подбирают терапию, которая подбирает очень с трудом, и лекарства не самые лучшие. И у людей очень много просто... У меня есть знакомые со статусом, которые действительно глотают десяток таблеток и испытывают не самые лучшие ощущения от этих таблеток. Но государство не считает нужным защищать интересы таких людей. И Энверс, знаю, что очень многие... Вроде бы по закону информацию вообще о любых заболеваниях распространять нельзя, но если у тебя статус ВИЧ, то из поликлиники как-то загадочным образом эта информация часто уплывает к работодателю, особенно если это работодатель является государством, ну, допустим, какие-то государственные учреждения. И, соответственно, начинаются у людей проблемы на работе, связанные с их ВИЧ-статусом. Соответственно, у них получается двойная дискриминация. Дискриминация, соответственно, по сексуальной ориентации и дискриминация, связанная с их статусом ВИЧ. Да, но на самом деле у нас получают лечение только порядка, по-моему, меньше 30% людей при рекомендации ВОЗ, чтобы 100% получали. И не хватает денег на лекарства, и деньги непрозрачно распределяются. И самое главное, что ключевые группы, одна из которых это как раз геи и бисексуалы, ну, мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, она, к сожалению, тоже не выделяется практически отдельно, потому что об этом вообще запрещено говорить. И теперь, если сказать про какие-то положительные вещи, все-таки я бы не сказал, что все только отрицательно. Ну, наверное, положительная вещь то, что вот в сообществе протестном, в сообществе других правозащитных организаций и каких-то вот активистов, в целом, вот уже ЛГБТ-сообщество уже не вызывает такого отторжения. Был период, когда, если ты приходишь на акцию с радужным флагом, не посвященную там ЛГБТ, это встречало большое противодействие. Сейчас уже многие все-таки начинают понимать, пусть это небольшая прослойка, но вот это внушает оптимизм. И второе положительное все-таки обстоятельство, это то, что по недавним опросам оказалось, что вот если брать, опрашивать молодежь, не только студентов, а молодежь по всей России, то в среднем там, по-моему, если нашли 52-54% молодежи, в принципе, толерантно относятся к ЛГБТ, а если брать студентов, там 60 с чем-то процентов. Это говорит о том, что вот молодые люди, которые получают информацию не из телевидения, а из интернета, которые смотрят сериалы зарубежные, они в целом все-таки более толерантны. И вот это внушает какое-то определенное, ну, по крайней мере, может быть, если оттешил, но такую надежду, что все-таки постепенно мы будем уходить от пропаганды, и будут какие-то альтернативные источники просвещения, и, мне кажется, такая глобализация, все-таки при общении к массовой культуре. Те же сериалы, например, в которых уже зарубежных сериалах вполне естественно, когда там однополая пара является героем. В этом плане все-таки у меня есть надежда. Но пока что эти сцены с однополыми парами в сериалах российских вырезаются, или озвучиваются по-другому, делаются по-другому. Я хочу дополнить момент. Первый пункт, который Алексей говорил, по поводу взаимодействия с другими протестными организациями. Что мы делаем? Мы делаем, так как проблема общая, и, то есть, ну, у одних направлений ЛГБТ, другие направления ВИЧ, у кого-то градостроительные проблемы, и проблема у оппозиции общая, то мы стараемся... Она же затрагивает не только тему ЛГБТ, у меня есть другие вещи, которые меня волнуют. И поэтому мы присоединяемся к другим протестным явлениям, другим гражданам, и при этом мы ведем себя адекватно, присоединяясь. То есть мы не лезем все время исключительно там с повесткой ЛГБТ, потому что нельзя там, являясь защитником Исаакиевского собора, допустим, прийти в собор, махать флагом, потому что это, ну, неактуально. Я же защищаю здесь не то, что я гей, а защищаю то, что я хочу, чтобы этот Исаакиевский собор оставался музеем. И, соответственно, люди, другие активисты, видя, как мы себя ведем и взаимодействуем, тоже начинают взаимодействовать с нами, потому что, например, в Исаакиевском соборе я сам был участником акции внутри собора, я держал таблички Исааки в музее, и среди там стояли дальнобойщики и стояли ЛГБТ-активисты. И когда дальнобойщиков спросили, ну, как они вот, то, что они спидорасы, они вот здесь стоят, их не смущают, они говорят, ну, если в нашем городе яйца есть только у геев, то, значит, дальнобойщики будут стоять вместе с ними. Даже у нас была акция еще в 15-м году, когда она через протесты дальнобойщиков называлась «Сегодня дальнобойщик», мы стояли с такими плакатами в виде кабин, и в окошечке как бы было наше лицо. И многие у нас говорили, что вы делаете, зачем вы там зашквариваете, как это называется, дальнобойщиков и так далее. Но, тем не менее, через год, когда протесты продолжились, и мы приехали в лагерь, к дальнобойщикам, да, и мы сидим за столом, и мне дальнобойщик говорит о том, как важно защищать права ЛГБТ в Питере. Мне это было приятно, потому что, то есть, понятно, что это не все, но, тем не менее, постепенно происходит такое вот некоторое открытое. Взаимодействие. То есть происходит взаимодействие, потому что уже на многие акции наши совместные, допустим, и к нам тоже приходят дальнобойщики, соответственно, это здорово. И так потихонечку что-то произойдет. То есть Россия, как большая зона поражения на данный момент, из которой люди бегут, к сожалению, вынуждены бежать, я думаю, потихонечку эта зона поражения должна как-то сужаться, что-то не будет меняться. Я надеюсь, что при нашей жизни это произойдет. А штаб Навального вас поддерживает, а вы их? Ну, мы были на митинге 12-го числа, в День России, он был организован как раз в Петербурге, ну, по призыву Навального. Но, по большому счету, мы стараемся, с одной стороны, не поддерживать одну политическую силу. В целом, мы работаем с разными политическими силами. Например, в Петербурге это яблоко, и благодаря нашему сотрудничеству яблоко внесло в повестку ЛГБТ-вопросы. Это впервые в России произошло среди вот таких партий. По поводу Навального, опять же, люди выходят не столько за Навального, сколько... Против Путина. Да, если говорить за какое-то будущее. Потому что они понимают, что государство, которое идет в какое-то мракобесное такое прошлое, против всех мировых тенденций, у него нет будущего. И они понимают, что действительно, вот когда-то начинали с ЛГБТМ, сейчас этот прессинг идет на всех. И вот тот лозунг, который мы говорили, что сегодня как бы выступают против геев, завтра будут выступать против тебя, он абсолютно оправдался. И люди начинают это понимать. Ну, как сейчас, допустим, выступали против геев, а сейчас в Москве выступают против обычных граждан по программе реновации города Москва, снося дома и нарушая уже самое неотъемлемое право человека, право его частной собственности, лишая его собственности в городе Москва. И, соответственно, граждане должны об этом задумываться. Что касается политических сил, я хотел сказать, что да, действительно, даже в нашей организации люди придерживаются разных политических взглядов, у нас нет какой-то обязаловки в этом отношении. Что касается Навального, то у нас у каждого по отношению к нему есть свое отношение. Я, например, не поклонник Навального, но при этом я выходил на обе акции протеста против коррупции и 26 марта, и 12 июня. Даже, может быть, не столько, как участник. Я записывал репортаж, потому что я ведь хотелось это все снять и донести до максимального количества людей вне точек, где это происходило. Не могу сказать, что это поддержка непосредственно Навального, это непосредственно поддержка борьбы с коррупцией, которая процветает в нашей стране. Очень хочется, чтобы эта большая уточка наконец-то накормилась, наелась и улетела в свой дом вместе со своим хозяевом. Здорово. Что касается ЛГБТ-подростков, то они могут всегда у вас поддержку найти, прийти к вам или позвонить, и вы их не отдадите в обиду, правильно? В любом случае, к нам могут обратиться любые люди с разными проблемами и с разными ситуациями. Если мы понимаем, что, допустим, мы не можем оказать помощь непосредственно сами, то, по крайней мере, мы сможем направить их в организации, которые этой специализированной помощью занимаются. Например, в Санкт-Петербурге это ЛГБТ-инициативная организация «Выход», также ЛГБТ-сеть. И, соответственно, если мы не можем этого сделать, то это сделают и эти организации. По крайней мере, мы не такие, что только мы и больше никуда не ходите. Мы, по крайней мере, всегда с радостью помогаем другим организациям в их работе. Спасибо, успехов. Спасибо.